Здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте, друзья мои! Слово «старец» — на многие европейские языки этот термин переходит без перевода, обработки, поскольку это явление с какой-то особой русской историей, потому что старцы в русской духовной жизни сыграли огромную роль, особенно мы вспоминаем здесь старца Серафима Саровского, оптинских старцев, повлиявших очень сильно на нашу культуру. Но при всем при том, что старчество — это великий дар Божий, дар пророчества на самом деле, дар особого духовного служения Церкви, тем не менее история церковная знает и старчество со знаком «минус». И мы должны учитывать этот церковный опыт тоже, потому что он есть, он напоминает нам о том, что старчество может иметь и вид вполне благочестивый, но несущий в себе некоторые опасности. То есть под видом старчества нам выдают нечто весьма сомнительное с духовной точки зрения, и с евангельской точки зрения. И поэтому мне хотелось бы вспомнить биографию одного выдающегося деятеля церковной истории начала XX века, известного под именем иеромонах Илеодор Труфанов. Конечно, православные люди больше склонны изучать жития святых, но ошибки церковной жизни тоже весьма полезно помнить. Так вот, старец Илеодор Труфанов, я не ошибся, я назвал его старцем, потому что он имел такую репутацию долгое время, был человек, который прожил бурную и интересную жизнь. Его деятельность на Ниве церковной началась, когда он был сравнительно молодым человеком, закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, то есть получил очень хорошее образование. И еще находясь в Питере, не принимая Сана, будучи просто студентом, он имел большой симпатии к деятельности отца Иоанна Кронштадтского и даже ходил к нему за благословением самому начать такую христианскую проповедь. И на самом деле он, будучи студентом академии, посещал ночлежки, помогал бедным, больным, отдавал свое имущество неимущим. И когда стал иеромонахом и был отправлен редактором Почаевского листа, листка в Почаевскую лавру, где было очень известное издательство, там он тоже развернул очень бурную деятельность, несмотря на то, что был молодым человеком чуть больше за 20 лет. И тут же начались скандалы, потому что в этом Почаевском листке он начал публиковать антисемитские статьи с призывом к физической расправе против евреев, которых он почему-то считал врагами христианства. За это он был разжалован, переведен в город Царицын, настоятелем Святодуховской церкви. Маленькая скромная церквушка в городе Царицын, который сейчас известен под именем Волгоград. Этот город прошел такую интересную трансформацию в своей истории. Из Царицына стал Сталинградом, потом Волгоградом. И вот в этом замечательном городе русской славы воинской в будущем или впоследствии молодой иеромнах Элеодор начал создавать монастырь. И он создал действительно Святодухов монастырь. И я хочу просто подчеркнуть некоторые моменты его деятельности, потому что за несколько лет он умудрился выстроить огромный монастырский комплекс, нашел где-то гигантские средства. У него был настоящий талант по добыванию денег. Построил гигантский собор и собирался даже строить там, в Царицыне, на территории монастыря, собор по размерам больше, чем Храм Христа Спаси. Если вы спросите, зачем надо было строить такой огромный собор. А дело в том, что послушать проповеди старца, молодого иеромонаха тогда, Элеодора, стекались тысячи людей. На крестные ходы, которые он организовал в Царицыне, иногда приходило по 10 тысяч человек. Мы себе даже не можем представить, что это за цифра такая. И вот с этими крестными ходами он ходил не только по Царицыну, но и совершал, если так можно выразиться, гастроли в соседние города, сплавлялся по Волге, и эти крестные ходы во главе с Элеодором Труфановым всегда волновали местные власти, потому что они сопровождались хулиганством и погромами. Дело в том, что старец Элеодор, я говорю «старец» в кавычках, но тогда он, безусловно, был лидером мнений, публицистом и великим проповедником, действительно умел взволновать народ. Он не просто имел талант добывать деньги, он еще и умел дар убеждения. И в отчетах жандармов есть воспоминания о том, что даже самые закоренелые циники, слушая его проповеди, рыдали. Заставить мужчину военного расплакаться нужно действительно иметь огромный талант. Но привлекал он простых людей еще и тем, что употреблял в своих проповедях ненормативную лексику. Почему-то народу очень нравилась именно грубость Элеодора. Вот удивительное дело. Чем грубее ведет себя священник, тем больше восхищения он вызывает у народа. Как такое может быть? И вот это было тоже его удивительной чертой, этого человека. То есть он привлекал к себе тысячи людей своей грубостью, насилием. И даже против него было как однажды возбуждено уголовное дело за то, что он избил полицейского. Мы себе не можем представить, как это священник, тем более монах, избивает слушателя закона. Но ему сошло все с рук, потому что у него были связи среди даже самых высоких сановников. И он был знаком лично с императором через своего друга Григория Распутина, с которым он впоследствии, правда, поругался. И это, в общем-то, и повлекло закат карьеры этого великого старца, который еще имел одну важную черту, которую следует здесь проговорить. Он очень сильно эксплуатировал в своих проповедях идею конца света и сопротивления злу. Его сторонники в Святодуховском монастыре вырыли целую сеть пещер с местами для захоронения для пяти тысяч человек. То есть они готовились к апокалипсису, к Армагеддону. И это очень нравилось людям. То есть этот человек умело эксплуатировал те стороны жизни простого невежественного крестьянина, которые, в общем-то, всегда будут приносить симпатии. То есть он умел организовать блестящее шествие, он эксплуатировал идею расовое превосходство, например, русских над всеми прочими, идею пришествия Антихриста, любовь русского человека к сильному крепкому слову и многие другие вещи, которые, в общем-то, за короткий срок из этого молодого человека сделали старца с именем, которое гремело по всей России. Но и закат этого человека был столь же стремительный, как и начало, потому что разжалованный, снятый со всех постов, сосланный в монастырь, он долго томился в ожидании, что вот придет народ и снова вернут ему прежние почести. Тем не менее, этого не произошло, и он публично снял себя сам. И уже в 1912 году перестал быть иеромонахом, бежал за границу, но вернулся после Октябрьской революции, и, это удивительно, стал работать в ЧК. По личной просьбе Феликса Эдмундовича Дзержинского, Элиодорт или Сергей Труфанов тогда, стал специалистом ЧК по особым поручениям. Правда, то долго ему тоже не пришлось работать в этом замечательном органе, и он эмигрировал в США, где женился, создал крепкую семью, и впоследствии совершал другие авантюры, но, в конце концов, скончался. Скончался просто вахтером Чикагского отеля, если так можно выразиться. Вот финал этого старца. Почему я вспоминаю этого человека, имя которого, казалось бы, нужно придать забвению? Потому что идея старчества, образ старца, подвижника, пророка, это удобная маска для людей, которые не обладают этим даром, которую Господь не призвал к старческому служению, но они умеют конвертировать этот образ и народное ожидание, и тем самым подвергают огромное количество людей всякого рода манипуляциям. Поэтому мы должны помнить о том, что существуют подмены под старчества, существует не просто младостарчество, но лжестарчество. Очень опасное явление, которое губит не только душу этого авантюриста, выдающего себе за старца, но и огромное число людей, потому что в числе сторонников этого иеромонаха были люди, которых он толкал на террористические акты. В частности, одна из его духовных дочерей пыталась убить Григория Распутина с одобрением своего духовника. То есть это очень опасное дело, поэтому нужно быть максимально бдительным, когда вы имеете дело со старцами, или так называемыми старцами, или лидерами церковных мнений, всегда сверять свою духовную жизнь и круг общения своего, круг своих интересов с Евангелием, потому что это наше единственное мерило и критерий истинности духовной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...